МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 13 часов произошла на 27-м километре Садового кольца в Елизовском районе. На дороге в сторону Сан-Теберезка разбился мотоциклист. Там, по предварительным данным ГИБДД, 52-летний водитель, управляя двухколесной техникой, выехал навстречу, где по роковой случайности находилась легковушка под управлением 43-летней женщины. В результате аварии мужчина получил несовместимые жизнью травмы и погиб на месте происшествия. Буквально через несколько часов весьма напряженно было уже на объездной. На 25-м километре федеральной трассы разбросало несколько машин, две из которых перевернулись, а еще две получили довольно серьезные повреждения. О произошедшем с места событий рассказала одна из участниц ДТП. Вот эта машина стояла, вон она на аварийках, вот эта. Вот. Вот этот прадик ехал передо мной. И резко-резко вывернул. Вот, полетел в ту сторону. Ну, я за ним. Вот результат. Зацепила багажник вот этой вот машины, которая стояла на левой полосе. По официальной информации ГИБДД, все примерно так и было. Водитель Тойоты Прадо, объезжая стоявшую на левой полосе Кресту, резко начал уходить на правую полосу. Но там в этот момент была Митсубиси. После столкновения с ней внедорожник улетел за пределы трассы и повис на ограждении. Практически на те же грабли наступила водитель Хонды Шерви, которая шла за Прадо. Женщина не успела среагировать и врезалась в припаркованную Тойоту, после чего машина перевернулась. В результате ДТП четыре автомобиля получили механические повреждения. Водителю Кресты оказана медицинская помощь. Как после аварии писали пользователи соцсетей, Креста на левой полосе стояла довольно долго. Не было выставлено никаких предупреждающих знаков. Голову в жаркий субботний день изрядно напекло ребятам на Инфинити и еще каком-то темном авто. Они устроили гонки по Елизову с торчащими из люков пассажирами. Все это снимали на видео и веселились. Однако кураж закончился в лесу. Кадры с перевернутой на крышу светлой Мазда и в районе Малок прокатились по соцсетям. По словам автора видео, на месте ДТП была обнаружена куча пустых бутылок из-под алкоголя. Все ли герои субботних приключений остались целы, не уточняется. Неизвестный то, был ли водитель Инфинити под градусом в момент аварии. Остается лишь надеяться, что в этой истории никто не пострадал, и она станет хорошим уроком как для любителей скорости этой Инфинити, так и тех, кому станет скучно и он решит что-то подобное повторить. Потепление сулит окончание горячего водоснабжения. Отопительный сезон в столице Камчатки подошел к завершению. О подписании соответствующего постановления рассказали в администрации Петропавловска. Отмечается, что горячее водоснабжение летом сохранится в тех домах и социальных учреждениях, в которых это возможно технически. Однако для проведения плановых ремонтных работ запланировано отключение ГВС на две недели в каждом районе города. График подачи горячего водоснабжения размещен на официальном сайте администрации Петропавловска в разделе «Важная информация», адрес указан на экране. Здесь опубликованы сведения о планируемых отключениях центральных тепловых пунктов, а также всех городских котельных. Сразу два пожара за сутки потушили камчатские огнеборцы. В Петропавловске на выходных горела сухая трава. О первом возгорании в районе улицы Аномальная Пать сообщили 8 июня в 14.10, рассказали в МЧС. На место происшествия прибыли 40 человек на 8 единиц их техники. По словам пожарных, тушение осложняла труднодоступная местность. Из-за отсутствия дороги автоцистерны не могли подъехать близко к очагу возгорания. Работать пришлось с помощью ранцевых огнетушителей. Полностью справиться с пожаром удалось к 9 часам вечера. Трава выгорела на площади около 5 гектаров. Второе возгорание произошло в районе улицы Бийской. На нем сообщили в 17.17. На месте вызова работали три человека на одной автоцистерне. Пожар ликвидировали в 17.38. В результате возгорания погибших и пострадавших нет. Жилые дома и объекты инфраструктуры не пострадали. Спасатели напоминают, чтобы неосторожность не стала причиной пожара, не стоит сжигать траву и мусор на своих приусадебных участках. Любой порыв ветра может превратить горение в неконтролируемое. В случае возникновения пожара нужно звонить по единому номеру вызова всех экстренных служб 112. Повара Муската. Кафе, расположенного в Петропавловске, отправили под суд за отравление людей. В марте этого года в Камчатской столице едой отравились несколько человек. Всех госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Выяснилось, что до этого они ели в Мускате на КП. Как рассказали в СКР, следствие вышло на 22-летнего повара. Он предоставлял услуги, не соответствующие требованиям безопасности и здоровья покупателей. Было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования специалисты провели медицинские и судебные экспертизы, по результатам которых установили вред, причиненный здоровью пострадавших. В ходе допроса повар признал свою вину и раскаялся. Но уголовное дело передали прокурору для утверждения обвинения, после чего его направят в суд, где рассмотрят по существу. Устав бороться с болью и стучаться, прося о помощи в двери местных инстанций, Наталья, жительница столицы Камчатки, инвалид, пришла на прием к главному прокурору Дальнего Востока. Андрей Мандахонов прилетел на полуостров, чтобы услышать тех, чьи слова так называемые «слуги народа» уже длительное время по каким-то причинам упорно игнорируют. Наталья рассказала, что больше 50 лет проживает в деревянном доме, имеет право на получение жилья, но добиться этого не может. В нынешних условиях женщине, которая передвигается при помощи костылей, с каждым днем становится сложнее. Почему вы, Константин Викторович, еще в начале пути, если это постановление 2016 года? На этот вопрос прокурор попросил ответить главу краевой столицы Константина Брызгина. Почему горожанка оказалась в такой ситуации? По закону, людям с инвалидностью, нуждающимся в улучшении жилищных условий, нужно обращаться в муниципальную комиссию. После этого специалисты обследуют имеющееся помещение и принимают решения. Либо при наличии технических возможностей переоборудовать жилье под нужды инвалида, либо предоставить новое. Горожанка, которой в итоге пришлось обращаться к прокурору, следовала обозначенному плану. Рекомендовано комиссии приобрести новое жилое помещение, которое бы удовлетворяло потребностям заявительницы. Была проведена оценка необходимая, какое нужно помещение, подготовлен расчет и направлена заявка по полной ночи в правительство Камчатского края, в Министерство строительства. Насколько я знаю, сейчас в Министерстве строительства вносятся соответствующие изменения в бюджет. Все бы ничего, если бы их не одно весомое «но». Наталья заявила о проблеме в 2019-м, пять лет назад. Комиссия провела проверку только через несколько лет, в 2022 году. О том, что нужны деньги, заговорили сегодня в зале регионального надзорного ведомства. К ответу в этот день призвали и представителей краевой власти. В риу министра строительства Артема Фирстова и зампреда правительства Тимофея Смирнова. Звучали слова опять об отсутствии финансирования. Проблему горожанки по итогам встречи взяли на контроль уже в надзорном ведомстве. Особенно главного прокурора по Дальнему Востоку заинтересовало бездействие местных чиновников на протяжении лет, в то время как местным жителям приходится ежедневно самостоятельно бороться с болью. Проблема затягивания на Камчатке с ответами, решениями и поиском финансирования подтвердилась во время обращения и других людей. Они рассказали о прямом нарушении их прав. Одни не могут добиться положенного улучшения жилищных условий, и других беспокоит отваливающаяся плитка в районах реализуемых нацпроектов. Третьи не понимают, почему на Камчатке так много долгостроев. Теперь контролировать решение этих проблем будет прокуратура. Потерять 6 миллионов рублей за 24 часа смогли жители Камчатки. Трое доверчивых граждан отдали свои деньги мошенникам. В каждом случае обманщики действовали по одной схеме. 45-летней жительнице города Петропавловска-Камчатского на сотовый телефон звонили неизвестные. Они сообщили женщине, что на ее имя третьи лица хотят оформить кредит. И чтобы предотвратить эти действия, ей необходимо самостоятельно взять кредит и перевести деньги на сохранную ячейку. Таким образом, гражданка перевела более 5 миллионов рублей на разные счета. По каждому случаю возбуждены и расследуются уголовные дела. Правоохранители ищут преступников. Жители Камчатки, сотрудники полиции призывают быть бдительными и никогда и ни при каких обстоятельствах не переводить деньги неизвестным. Вот так. Дорога. Вот река. Вот так. Снова не проехать. Участок дороги Мильково-Ключи-Усть-Камчатск размыло водой. С позднего вечера 9 июня движение транспорта с 207 по 209 километр трассы запрещено, рассказали в Камчату-Правтодоре. Отметим, что 9 июня этот же участок дороги между Козыревском и Ключами уже закрывали с 9 утра до 6 вечера. Всё по той же причине. На некоторое время проезд разрешили, однако ситуация ухудшилась и дорогу снова перекрыли. На размытом участке дорожники установили предупреждающие знаки «Ведутся ремонтные работы». Как добавили в МЧС, ограничение введено в превентивных целях в связи с потерей несущей способности дороги. Скопления автотранспорта на трассе нет. Информация об открытии участка дороги будет дана дополнительно. Заделывают дороги. Новые нанотехнологии. Посыпали песочкой, земелькой и утоптали. Очень хорошо. Две машины пройдут и все эти камешки вылетят. И ножками затоптал. Это вообще... В космос летаем, а дороги мне научились делать. Вот по всей дороге продолжение моего комментария. Дальше пошли. Видал как? Утаптываю. Две лопаты кинул и утоптал, попрыгал. Ой, смех. Это смех какой-то. Зато денюжки отпишут. Ого-го. Яма на яме. Яма на яме. Денюжки сейчас хорошие отпишут. Положат в карман и полетят отдыхать на юга. Каждая три метра. Каждая три метра ямы. Это вообще... И снова покорители вершин. Мужчина пытался помочь спуститься застрявшим на сопке девушкам подросткам. А в итоге застрял сам. Никольская в столице Камчатки в очередной раз стала точкой притяжения для отдыхающих горожан и территорий для работы спасателей. Как рассказали в Краевом управлении МЧС, на минувших выходных в один из вечеров поступила информация о двух девочках, которые не могут сойти со склона сопки. На место прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда. Оказалось, что в числе застрявших еще и мужчина, который хотел помочь молодым скалолазкам. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения по очереди эвакуировали попавших в неприятную ситуацию камчатцев. Уже на твердой земле им оказали доврачебную помощь, так как были получены небольшие ссадины. Отметим, с начала лета произошло уже несколько подобных случаев. Специалисты помогают спускаться покорителям вершин. Дело в том, что Никольская сопка не так проста, как кажется. Многие думают, что на нее очень легко подняться. Однако ближе к вершине склон превращается в груду сыпучих камней. Как правило, это и становится препятствием для горя скалолазов. Кроме того, наверху есть непроходимые места. Семь лет колонии за избиение. Приговор за драку со смертельным исходом вынесли жителю Петропавловска. Как рассказали в прокуратуре, в октябре прошлого года 56-летний горожанин выпивал в гостях у своего 63-летнего знакомого. Вскоре у них завязался конфликт на почве внешнего вида сожительницы хозяина квартиры. Мужчины начали драку, во время которой подсудимый нанес приятелю множество ударов по голове, а затем просто ушел. Через два дня состояние пострадавшего ухудшилось. Прибывшие медики госпитализировали его. Через два с половиной месяца мужчина скончался в краевой больнице. В конечном итоге подсудимому назначили наказание в виде 7 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Почти к 20 годам в колонии строгого режима приговорили жителя Поланы. Он признан виновным в ряде особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Подробности дела, как передает Кам-24, суд не разглашает. Заседание проводилось в закрытом режиме, а сам приговор не публиковался на официальном сайте Елизовского районного суда, где преступнику и вынесли вердикт. В отношении жителя Поланы с недавнего времени, проживавшего в Елизовском районе, органами предварительного следствия выдвинуты обвинения в совершении им на территории края целого ряда особо тяжких преступлений, направленных против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении несовершеннолетних. Помимо вышеуказанного, фигурант обвинялся также в применении насилия в отношении представителя власти. При этом осужденный отрицал свою причастность к преступлениям, однако с учетом собранных доказательств он был признан виновным во всех злодеяниях. В итоге осужденному дали 19 лет и 10 месяцев в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Причину возгорания в двухэтажном заброшенном доме в Петропавловске выясняют пожарные инспекторы. Все произошло на улице Командорской утром в воскресенье 9 июня, рассказали в МЧС. Уже через 8 минут после вызова на месте работали 20 огнеборцев на 5 единицах техники. О взгорании сообщили слишком поздно, поэтому к моменту прибытия специалистов огонь охватил значительную площадь. Чтобы дым не распространялся, огнеборцы около получаса производили дымоудаление. В течение нескольких часов после локализации пожара специалисты проливали конструкции и разбирали строение в поисках возможных очагов тления. В результате возгорания повреждены деревянные конструкции, стен, потолочного перекрытия и чердака на общей площади. 150 квадратных метров погибших и пострадавших нет. На Петербургском международном экономическом форуме мы продолжаем продвигать повестку, которую инициировал Камчатский край в части увеличения потребления рыбы и в целом заботы о здоровье подрастающего поколения. Сегодня прошла сессия под модерацией Анны Юрьевны Поповой, главного санитарного врача Российской Федерации, на котором детально разобрали эти вопросы. Хочу отметить, что российская рыба все активнее используется в производстве продуктов питания. В частности, сегодня обсудили, что в самой большой сети ресторанов «Вкусная точка» именно наш дальневосточный камчатский минтай используется для фишбургеров, тем самым через эту модную пищу продвигается пищевая привычка к употреблению рыбы. А это важнейшая составляющая сбалансированного питания и здоровья человека как такового. Роспотребный отзвор отзвучил цифры, что до 10 лет жизни может быть добавлено при условии соблюдения рекомендаций по питанию, а важнейшей из них является присутствие в рационе рыбы. По моей инициативе, которую поддержал президент Российской Федерации, сейчас подготовлена дорожная карта по увеличению потребления рыбы в стране. В ближайшее время она будет утверждена правительством Российской Федерации. В ней предполагается приоритизировать закупки отечественной рыбы в государственных учреждениях, а также отдельные рекомендации выработать по детскому меню, меню в школах, максимальному задействованию в нем здоровой и полезной дальневосточной, ну а в первую очередь камчатской по объему уловов рыбы. Ну и, конечно, те практики, которые мы на Камчатке реализуем, заслуженный интерес получают на федеральном уровне. Это и практика предоставления каждому ребенку омега-3 на ежедневной основе. Та самая практика, которая в советское время в виде рыбьего жира была, а теперь в удобном и вкусном формате нашим вкольникам предоставляется, благодаря совместному проекту правительства Камчатского края, Тымлотского рыбокомбината, и внимательное отношение к школьному меню с учетом максимального использования местных продуктов, это и рыба, и оленина, и та продукция, которая у нас на Камчатке производится, в том числе и молочная. Договорились, что дальнейшее продвижение будет происходить на площадке Роспотребнадзора, а также в Совете Федерации, где профильная рабочая группа функционирует. Это бордер Колли Ума, и она учится спасать людей. Точнее, уже научилась и сейчас совершенствуется. Собака-спасатель аттестовалась на горно-лавинную специализацию и получила высшую оценку – класс Б. Сборы проходили в Кабардино-Балкарской республике, в ущелье Адырсу. Кинологические расчёты демонстрировали судьям свои мастерства и навыки в проведении поисковых работ в условиях, приближённых к реальной ЧС. Собакам-спасателям предстояло не только выполнить испытания на послушание, ловкость и выдержку, но и показать своё умение искать пострадавших в условиях сошедшей лавины, каменного обвала и в высокогорной местности. Месяцем ранее камчатские кинологи уже проходили подобные испытания. Тогда бордер Колли Тея и Ума смогли аттестоваться на класс А. После этого их допустили на сдачу уже классом выше. Это сложный этап, в два раза сложнее, чем класс А. Увеличенное количество условно пострадавших, плюс территория в два раза больше. От собаки очень требуется много физической и умственной работы, как и кинологу тоже. Честно, я ехала туда, особо не ожидая сдачи на класс Б. Я ехала, но нового кинолога вывезла показать места, плюс учебно-тренировочный сбор, прокачать новую собаку. Ну, попробовали. Получилось. Особо не ожидала. Сейчас на Дальнем Востоке горно-лавинную специализацию сдают только камчатские кинологи. Для собак полуострова работать в горах крайне актуально. Сейчас перед Анной Ячевской, как перед начальником кинологического подразделения, стоит задача подготовить молодых собак отряда к аттестации и по другим специализациям, например, поиск людей в лесу. Пресечь нарушения и рассказать, как правильно отдыхать на воде. Госинспекция по маломерным судам провела рейд по водоёмам края. Инспекторы объяснили отдыхающим, почему важно соблюдать правила поведения на воде. Например, многие судоводители и пассажиры маломерных судов надевают спасательные жилеты лишь завидя инспекторов. Проверяем документы, нормы снабжения. Обязательно, чтобы на маломерных судах были спасательные жилеты на каждого человека, который находится на борту. При выявлении какого-либо административного правонарушения инспекторам ГИМС составляется протокол. Спас-жилеты должны быть сертифицированы, и подбирать их нужно обязательно в соответствии со своей размерной сеткой. На жилетах должен быть свисток с прикреплённым к нему шнуром. Цвета – жёлтые, красные или оранжевые, со светоотражающими полосками. Никаких жилетов цвета хаки, их с воды просто-напросто не видно. Жилеты должны быть удобными и не стесняющими движения. В ходе рейдов инспекторы также проверяют у судовладельцев права на управление маломерными судами, техосмотры, регистрационные знаки на борту. В случае, если судоводители уличают в несоблюдении правил плавания, их могут привлечь к административной ответственности. Несколько спасателей и одна болгарка понадобились для помощи собаке, попавшей в досадную ситуацию в одной из квартир столицы Камчатки. Питомец потянулся к подоконнику, лапа соскользнула и попала в батарею. Освободиться из ловушки радиатора отопления не получилось. Хозяин тоже не смог вызволить любимца. Как рассказали в управлении МЧС, после поступления информации о случившемся в доме на Петра Ильичева, на помощь выдвинулись сотрудники поисково-спасательного отряда. Болгарка и специалисты срезали часть металлического радиатора и освободили лапу пса из ловушки. Травм пленник не получил и в знак благодарности повилял хвостом. Операция по спасению заняла всего несколько минут. Июнь, солнце, лето. А еще задачки по математике, лабораторные по физике и биологии, мастер-классы по живописи, турниры по шахматам и тренировки по самбо. На базе детского оздоровительного лагеря имени Гагарина на Камчатке открылась летняя Академия Талантов. Сразу четыре профильные образовательные смены запускает этим летом региональный центр «Восход». Мы открываем нашу первую летнюю профильную смену по направлению искусства и наук. Ребят ждет очень увлекательная, интересная образовательная программа. Мы пригласили чудесных, неравнодушных педагогов и Камчатского края, и с других регионов страны, как в научной сфере, так и в сфере искусства, для того, чтобы наши ребята, участники нашей образовательной смены, максимум интересно и насыщенно провели свои летние каникулы. 60 детей прошли конкурсный отбор и сейчас вместе со своими наставниками готовы создавать, изучать и побеждать. Именно так звучит девиз летних образовательных смен в Гагарине. У ребят будет возможность не только прекрасно отдохнуть и проявить свои способности, но и познакомиться с лучшими преподавателями. Специально для работы с научной группой в регион прилетели ведущие преподаватели из Новосибирского государственного университета. Дело в том, что мы привозим сюда материалы из различных олимпиад, с различных этапов олимпиад, в том числе и практические задания, когда дети могут работать руками. И, соответственно, когда они решают задачи неординарные, повышенной сложности, которые их удивляют, и когда у них это получается, им это очень-очень нравится. И, кроме того, мы привезли сюда практику. Провести лето с пользой получится и у юных художников. Ребят под руководством опытных наставников ждут мастер-классы с известными художниками и увлекательные занятия по различным техникам живописи. Сами ребята в предвкушении отличного отдыха. А потому и настроение у всех отличное. Я очень хочу получить какие-то новые знания, новые эмоции. Эмоции у меня просто, ну, все с ног сживательно. Мне здесь очень нравится. Тут очень красиво, природа, свежий воздух, новые технологии в фрицентре. Все очень круто. Я очень давно хотел приехать именно в лагерь, именно в этот лагерь. У меня когда еще был старший брат, я маленький, ездил к нему на всякие выступления. Мне очень нравилось. Я ждал, пока вырасту и наконец-то сюда приеду. Конечно же, я счастлив, что наконец-то моя мечта сбылась. Мне кажется, что этот лагерь для меня станет незабываемым, потому как я приехала в этот лагерь первый раз. По кроме этого лагеря, я ездила очень много раз по другим лагерям. Мне кажется, что эта смена реально для меня будет самой незабываемой. И я думаю, что мне здесь очень сильно понравится. И я захочу сюда приехать еще раз. Помимо смен, организованных региональным центром «Восход», в Гагарине отдохнут дети Камчатской проектной школы. Так что лето обещает быть насыщенным и интересным. Больше полутора тысяч камчатцев застраховали свое здоровье через почту России в этом году. За пять месяцев жители края приобрели в отделениях связи 1600 страховых полисов от несчастного случая, рассказали в правительстве края. Отмечается, что спрос на них особенно возрастает в преддверии лета. Камчатцы страхуют свое здоровье и здоровье детей перед поездками в отпуск или в оздоровительные и спортивные лагеря. Кроме того, в отделениях почты и у почтальонов можно застраховать имущество и жизнь, оформить ОСАГО, а также получить сертификаты на дистанционную юридическую поддержку. Клиенты сами выбирают удобный период времени страхования – от 1 до 12 месяцев. Почта России работает с ведущими страховыми компаниями, что гарантирует финансовую защиту при наступлении страхового случая. Всем привет! Меня зовут Олеся, мне 23 года, и я педагог дошкольного образования. Но очень давно мечтаю побывать на телевидении и хочу поучаствовать в этом конкурсе, чтобы попробовать себя в роли репортера или телеведущей прогноза погоды, а может даже поучаствовать в кулинарном шоу «Готовим просто». Попробовать себя в роли репортера и стать телезвездой. В преддверии своего дня рождения телеканал «41-й регион» предложил жителям Камчатки стать ведущим любимой телепрограммы. Чтобы принять участие в уникальном проекте, всем желающим было необходимо прислать в адрес редакции приветственное видео и немного рассказать о себе. Заявки принимались до 31 мая. Мы рады, что получили хороший отклик по нашему проекту «Стань звездой». Мы получили большое количество заявок. Конкурсная комиссия уже приступила к своей работе. Видеооткрытки будут отсмотрены, и мы отберем лучших из лучших. Эксперты телеканала рассмотрят все присланные камчатцами видеовизитки. И совсем скоро самых творческих и креативных участников кастинга вы сможете увидеть на экране телеканала «41-й регион». Внести свой вклад в заботу об окружающей среде и весело провести время. Камчатцев зовут на «Чистые игры». Соревнования, которые состоятся в Петропавловске в воскресенье 16 июня, будут включать увлекательные задания по уборке зелёных территорий, поиску артефактов и решению тематических загадок. По словам организаторов, «Чистые игры» в игровой форме повышают осведомлённость о проблемах экологии и учат жить более ответственно. Соревнования также показывают, что принять активное участие в создании чистой и здоровой среды для будущих поколений может каждый. За участие в «Чистых играх» будут начисляться баллы в системе «Камбал». Чтобы их заработать, нужно скачать приложение и пройти по QR-коду, который будет размещен на мероприятии. Зарегистрироваться на игру можно по номеру, указанному на экране. Место проведения – лесопарк на улице Вольского, микрорайон «Северо-Восток». Организаторы обещают – все участники получат не только памятные призы, но и множество положительных эмоций.